Добрый день, коллеги, или доброе утро, в зависимости от того, кто сегодня во сколько проснулся. Кто-то, может быть, писал видеокурсы в степике, кто-то еще чем-то занимался. Действительно, мы с вами поговорим о том опыте, который был накоплен в отношении преподавания такой достаточно абстрактной дисциплины, как системотехника, или вот ее современное название системная инженерия в двух вузах. Один из них — это МГТУ имени Баумана, второй — это Санкт-Петербургский электротехнический университет ЛЭТИ. Собственно, мой соавтор, который сегодня, к сожалению, не смог присутствовать здесь, активно участвовал, это Александр Волосюк. Он как раз и делился со мной тем, как это происходит в Питере. Несколько слов о том, что дает нам с Александром право такие вещи рассказывать, рассказывать с этой сцены. Я лично преподаю в МГТУ с 2013 года. У меня уже несколько десятков студентов выпустилось в магистратуре, которые изучали именно эту дисциплину на выпускных, предвыпускных семестрах. Сугубо организационно я в настоящее время являюсь научным консультантом магистратуры по системному анализу, которую мы создаем на факультете информатики и системы управления МГТУ. Это самый айтишный факультет университета. Ну и у Александра тоже достаточно большой опыт преподавания. Правда, дисциплины, которые он читает, называются немного иначе. Он специализируется на эргономике, на психологии, в том числе на психологии некой специальной, скажем так, задачах специального назначения. Но у него опыт достаточно интересный в работе с младшими курсами. То есть это бакалавриат, причем бакалавриат не выпускной. Это и второй курс, и третий курс. И, в общем, мы, наверное, как нам, по крайней мере, представляется, мы смеем на это надеяться, покрываем основной ландшафт и немножко дополняем друг друга в этом отношении. О чем мы с вами поговорим? Ну, во-первых, я познакомлю вас с теми учебными заведениями. Если кто-то не знает, кто мы такие, что за университеты, поговорим о тех проблемах, которые были найдены, в первую очередь, лично мной. Сашей на старших курсах и, соответственно, Сашей на курсах помладше. Ну, старшие курсы, к ним спрос, точнее, к ним выше требования, и с них выше спрос, потому что они уже имеют полное право в соответствии с двухуровневой системой просто заканчивать со своим образованием и идти в промышленности. И вот что они покажут там в промышленности, вопрос открытый. Поэтому посмотрим на два кейса и подведем итоги. В принципе, я поделюсь тем, как нам удалось скрестить ежа и ужа, поскольку наши специальности преимущественно ориентированы на ИКТ, на всякую информатику. Это компьютерные системы и сети, информационные системы и телекоммуникации, кафедры. То понятно, что мы не можем читать классическую системную инженерию, как она понимается на сегодняшний день. Нам необходима некая квинтэссенция с программной инженерией, поскольку центральные понятия, понятие системы, понятие жизненного цикла, оно, в общем-то, универсальное, но имея свои нюансы, в частности, в отношении методологии разработки, моделей, организации, проектирования системы, мы, естественно, иллюстрируем студентам эту деятельность на примере IT-практик. Ну вот начнем с самого начала. Дело в том, что сегодня многие люди непосвященные, хотя люди, безусловно, высоко квалифицированные, инженеры, практики, педагоги не в полной мере понимают, что же такое за зверь, такая системная инженерия. И в этом смысле, когда называешь старое известное советское название этой дисциплины системотехника, многим становится понятно, а, ну да, точно, это вот то, что было, или то, чего не было. Кто-то даже выпускался из вуза как инженер системотехник, поэтому вот такая сегодня произошла перелицовка этой дисциплины, причем даже в английском языке некие нюансы уже немножко по-другому звучат. Раньше это была инженерия системы, в единственном числе чаще встречалось в старых таких послевоенных, скажем, источниках словосочетания system engineering. Сегодня говорят systems engineering, то есть инженерия систем. Точно так же изменились примеры того, что рассматривается как система, как сложная система. Если в 50-е, 60-е годы это была какая-нибудь передвижная радиолокационная станция, то сегодня, ну я имею в виду классическую системную инженерию, в том числе стандарты международные, которые посвящены этой проблематике, сегодня в качестве такого примера приводят, скажем, систему контроля воздушного движения, в которой эта вот маленькая радиолокационная станция уже является практически атомарным и неделимым элементом. Принципы построения организации и, главное, интеграции, которые в эту систему управляют воздушным движением, ну совершенно очевидны. Поэтому уровень сложности систем растет, вызовы, которые ставит сегодня индустрия и IT в первую очередь все выше и выше. В 90-е годы, в общем, всем хватало какого-то даже поверхностного знакомства с унифицированным процессом, и этого было достаточно для того, чтобы собирать весьма сложные системы, в том числе системы, скажем, уровня предприятий, огромных предприятий, федеративные структуры и так далее. Сегодня это, конечно, уже не так, и понимание таких вещей, как эволюция требований, как этапы проектирования и прочее, становятся еще более важными. Ну и еще одна важная тенденция, еще одна, которая проявляет себя в том числе на уровне международных стандартов. Если посмотреть на то, как назывались выпускаемые в области системной инженерии документы несколько лет назад, то можно увидеть, что ИСО начала называть эти стандарты системная и программная инженерия. Происходит, даже, наверное, уже произошла, потому что эта история датируется интервалом 5-7 лет назад. Такое соединение двух миров. Сегодня, если говорить с точки зрения такой немножко теоретической, у нас очень мало остается физических систем, которые представляют интерес в проектировании. многие системы становятся, по сути, компьютерами. У нас сегодня автомобиль — это компьютер, часы — это компьютер, фотоаппарат — это компьютер, холодильник — это компьютер, который как-то самоуправляется, скачивает рецепты и что-то еще делает. Поэтому на сегодняшний день, будучи в таком мире достаточно сложных киберфизических систем и понимая, что деятельность в области IT, она по большому счету бессмысленна, если мы не понимаем, для чего и для кого мы работаем. То есть нет некой цели ориентированной парадигмы, то чаще всего мы работаем на какого-то заказчика. Заказчиком является, например, бизнес. Бизнес является собой компанию, предприятие. Умение работать с предприятием как с системой, с системой достаточно своеобразной, отличающейся и по организации, и по методам воздействия на нее, методам управления такой системой от этих самых холодильников и фотоаппаратов. Все это делает рассмотрение данных дисциплин в контексте и специалитета, и магистратуры все более-более важно. Сегодня у нас все вокруг — это сложные системы, которые нам необходимо подчинить своей воле, уметь их разрабатывать, модернизировать, заставить их эволюционировать в нужном нам направлении. Ну и теперь давайте коротко о вузах. Я думаю, что названия вузов известны всем. Из интересных фактов МГТУ среди немногих университетов имеет статус Национального исследовательского университета, техники и технологий, если говорить точнее. Это дает нам достаточно широкое пространство для маневра в отношении разрабатываемых программ дисциплин, учебных планов. То есть мы, в общем-то, не работаем по готовым методическим материалам, скажем так, а активнейшим образом выступаем их разработчиками самостоятельно. Поэтому для нас это, с одной стороны, конечно, вызов, с другой стороны, это очень комфортная ситуация, в которой, будучи представителем, наверное, практикующим представителем ИТ-индустрии, я 15 лет этим занимаюсь и не собираюсь бросать это увлекательное занятие, мы можем давать студентам ровно то, что считаем необходимым, и действовать при этом не где-то подпольно, не в формате факультативов, не в формате курсов по выбору, которые как-то читаются только для того, чтобы вписать их в прокрустово ложе готовых методических рекомендаций и учебных планов, мы делаем эти планы самостоятельно и делаем так, как нам это выгодно. Соответственно, мы занимаем, уверенно, первое место среди технических вузов. В общем, я думаю, этот факт всем известен, поэтому о нем умолчим. Что касается ЛТ, то это старейший электротехнический вуз на территории всего европейского континента. Больше того, это вуз, у которого самый крупный, сконцентрированный в одном месте кампус в Санкт-Петербурге. То есть понятно, что СППГУ больше, но СППГУ там много корпусов в разных частях города и даже в области. В частности, Мехмат находится в области. А ЛТ имеет самый большой во площади студенческий городок и корпуса. В 10 минут можно идти из корпуса в корпус. Сейчас там учатся 8 тысяч студентов, в МГТУ обучается порядка 16 или 17 тысяч студентов. Начну, наверное, со своего опыта. Он мне по объективным причинам ближе. У меня опыт начался в 2013-2014 учебном году. Здесь нумерация учебными годами идет. За это время либо уже обучилась, либо сейчас обучается порядка полусотни студентов. Это были две группы по 20+, и сейчас еще одна группа 11 человек. Сейчас я им читаю не системную инженерию, сейчас я им читаю методологию системной и программной инженерии. Мы открываем новую программу магистратуры и даем более четкие, наверное, более точные, более корректные названия нашим дисциплинам. Понятно, что с первых дней мы делали акцент на вот эту самую конвергенцию системной инженерии, программной инженерии, и дав какие-то предварительные обязательные сведения касающиеся того, что такое система вообще, где мы, как мы с ними должны справляться, мы переходим на те рельсы, которые ведут нас к практикам программной разработки. Если мы говорим про технологии, то мы говорим про технологии разработки ПО, а не технологии, скажем, строительства или технологии какие-нибудь аэрокосмические. Если мы говорим про управление требованиями, то мы это все отображаем на тот стандартный комплект документов и рассматриваем эволюцию требований, как это происходит в нашей отрасли, апеллируя и к международным стандартам, и к советским, и к российским стандартам, ну и самое главное, к реальной промышленной экспертизе, которая накоплена коллективом преподавателей. Если приводить некоторые более сухие факты, то здесь приведены названия дисциплин, название кафедр, по которым происходит обучение, и формат места, скажем так, в двух-трехуровневой системе, потому что мне еще посчастливилось застать последние выпуски специалитета. Сейчас специалитет существенно сократился в МГТУ и, скорее всего, остался на тех кафедрах и направлениях подготовки, где это связано со специальной тематикой, с проблемами безопасности, промышленной безопасности и так далее. То есть в ВТ уже специалитета в Аманке больше нет. Что касается ЛТ, то здесь основной опыт был получен на кафедре СОИУ, причем этот опыт был получен несколькими преподавателями, в том числе профессорами и докторами наук. Александр выполнил не только роль преподавателя лично и выполняет ее и сейчас, но и аккумулировал тот опыт, который был накоплен кафедрой. Я очень много общался с сотрудниками, когда мы готовили этот доклад. Соответственно, если говорить о проблемах, то проблемы оказались следующими. Первая проблема, кстати говоря, я делал больше акцент и делаю на системную инженерию, что понятно, в ЛТ акцент делается скорее на формирование системного подхода. То есть поскольку бакалаврой первый курс или второй там еще как-то, об абстракции их слишком рано, надо научить думать о предмете деятельности, о практиках, которые мы ведем в неком системном ключе. То есть видеть целое, видеть за частями целое. Каждая дисциплина, и эта большая беда, демонстрирует свою часть большой картины. Помните эту притчу про слона и про слепых мудрецов. Каждая дисциплина покажет, что это свое, и задача увидеть за этим полную картину остается, как правило, на студенте. Больше того, печаль заключается в том, что за четыре курса подготовки на бакалавриате в общем-то нет таких дисциплин, которые позволяют остановиться, помедитировать немножко в хорошем смысле и увидеть то целое, ту вселенную технических систем или социотехнических систем, если мы говорим про предприятия, в которые мы с вами находимся. В магистратуре, к счастью, такое есть. В магистратуре, по крайней мере, на тех кафедрах, которые были названы, в рамках тех программ подготовки у нас есть системная инженерия, называемая так или иначе. Но даже читая на 11-м семестре, 12-й это уже дипломное проектирование или диссертационное проектирование, уже никто ничему не учится, на 11-м семестре, имея небольшой или не очень релевантный практический опыт, понять суть этих проблем достаточно нелегко. Опыт, который может быть, но который остается нерелевантным, он, например, связан с то, что на студенческом сленге называется «мы пилим сайтики». Если мы пилим сайтики, не путать с порталами какими-то сложными, то тот уровень сложности систем, с которыми реально приходится иметь дело студентам как начинающим специалистам, он недостаточно высок, чтобы понять ценность тех практик, той методологии, которую пытается коммуницировать данная дисциплина. Поэтому для многих студентов дисциплина остается абстрактной, и тот факт, что мы имеем дело с такой квинтэссенцией системной плюс программной инженерии немножко спасает ситуацию. Потому что в этом случае, приводя в любом случае примеры, проекты документов, давая задания на разработку тех или иных кейсов, касающихся IT, мы приземляем эту проблематику и делаем ее более узнаваемой даже для тех, кто не нюхал пороха. Соответственно, далеко не все и не всегда, будучи технарями по складу ума, способны, во-первых, понять сами основные концепты этой дисциплины. Понятие «система» — оно какое-то такое неопределимое. То есть есть разные школы, которые договорились на уровне аксиомы «верю, не верю, что система — это вот это». Но если мы в это не верим, то пощупать ее невозможно. Посмотреть на нее, взять в руку, увидеть ее в телескоп мы не можем. Кроме того, этой дисциплине явно не хватает формализмов. Если мы откроем любой учебник, курс лекций, есть, кстати, открытые курсы, в том числе на открытых международных ресурсах, мы увидим там иногда таблицы. Иногда, может быть, чуть чаще какие-то диаграммы. Но вряд ли мы найдем с десяток каких-то реально необходимых востребованных формул в этой дисциплине, потому что дисциплина сама по себе обобщая практики управления сложностью и практики снижения рисков. На мой взгляд, системная инженерия — это в первую очередь риск-ориентированная дисциплина. Так вот, вряд ли мы найдем там хотя бы с десяток каких-то конкретных формул, которые можно выучить и сказать, вот я знаю основные законы. С основными законами там как-то не заладилось. И еще одна проблема, собственно, с которой я уже начал, — это необходимость опыта. Причем опыта вполне конкретного. И если вы посмотрите, к примеру, международные образовательные рамки, посвященные программной инженерии, посвященные просто computer science, то вы увидите, что магистров на Западе предпочитают видеть не просто из числа выпускников бакалавриата, а из числа выпускников бакалавриата, которые несколько лет, хотя бы 2-3 года, поработали в индустрии, промышленности. И если говорить про системную инженерию как про дисциплину, которая формирует из студента, меняет ему мозги и делает из него системного архитектора, способного управлять целой системой, разработкой этой целой системы, контролировать уровень рисков, связанных с разработкой этой системы, то там будет сказано, что надо сначала поработать, а потом уже что-нибудь делать дальше. Поэтому системная и программная инженерия, как это ни парадоксально звучит, для многих, кто хотел бы, наверное, этим заниматься, она ближе к экономической информатике, как она называется на немецком языке, или бизнес-информатике, как мы ее с вами называем, и она может поднимать такие вопросы, как корпоративная архитектура, моделирование процессов и так далее. Кейс первый. Кейс первый, посвященный опыту МГТУ, который раскрывает основные понятия, с которыми знакомим студентов. Здесь вот у нас приведены, я бы сказал, центральные понятия, жизненный цикл, архитектура, ну и то двоединство системной программной инженерии, которую мы с вами уже обсудили. Когда мы говорим про некие системы поддержки жизненного цикла продуктов, понятно, что нам самим это не очень близко, это может быть даже не очень интересно, мы говорим, зачем нам product lifecycle? Да, он есть. И те, кто строит здания и сооружения, запускает спутники, у них это есть. Это для них практически рабочий инструмент. А у нас есть свои рабочие инструменты. Вот в данном случае не повезло нашим инструментам, они попали на серединку между экранами. Ну, application lifecycle. А это целый комплекс систем, которые сегодня включают в себя системы контроля версий, системы управления исходным кодом, автоматизированное тестирование, то, что поддерживает пайплайны по непрерывной поставке, по непрерывной интеграции. Вот понятно, что у нас есть свои игрушки, которые очень важны для успешной реализации наших проектов. Если говорить о том, как эта работа построена в ЛЭТИ, то в ЛЭТИ они прежде всего делают акцент на системном подходе. То есть делаем поправку на то, что у нас младшие курсы, поэтому младшие курсы в первую очередь мы учим видеть большую картину за частными проявлениями, частным научным знанием, которые нам дают отдельные дисциплины. Ну и это делается в рамках конкретных же дисциплин. То есть еще один уникальный аспект. У нас есть дисциплина отдельная, а в ЛЭТИ такой дисциплины нет. И поскольку в ЛЭТИ такой дисциплины нет, это приходится делать на уровне частного научного знания. Но с другой стороны, опыт показывает, опыт кафедры СОИУ показывает, что это даже лучше. Потому что вплетая целеориентированную парадигму в ткань отдельных дисциплин, удается в конце концов избавиться от ситуации, когда реальные опытные специалисты, уже работающие в производстве десяток лет, задают вопрос, а зачем мы это делаем? А мне неинтересно, зачем мы это делаем. Вот студенты, выпускники должны однозначно видеть ценность в понимании общей картины. Ну и что же нам удалось из этой практики для себя узнать? Первое, что мы проверили, это гипотеза, касающаяся подхода к преподаванию. На чем строить курс? На каких основных принципах строить курс? Наш курс строится на эволюции системы по ее жизненному циклу. Система движется по жизненному циклу от моделирования, даже от требований, от замысла до реализации ввода в эксплуатацию и, соответственно, эксплуатации, вывода из эксплуатации, до утилизации системы. Этот подход используется во многих западных учебниках, которые, к сожалению, гораздо более многочисленные, чем наши отечественные. У нас с литературой на русском языке пока очень плохо. Мы пытаемся исправить эту ситуацию, я сейчас про это скажу. Кроме того, мы увидели, что наша гипотеза, касающаяся того, чтобы вплетать системный подход в ткани отдельных дисциплин или демонстрировать идеи системно-инженерного мышления на примере материалов программной инженерии, это работает. Это работает очень здорово. Кроме того, нам пришлось постараться, учитывая гуманитарный и абстрактный, то есть совершенно непривычный для технической специальности и студентов характера дисциплины, подготовить отдельный специальный фонд контрольно-измерительных материалов. Это не могут быть задачки, упражнения, пришел и ты стал системным архитектором. Или задачки, которые могут проверить знания. Что проверять? Проверять умение рисовать диаграмму жизненного цикла или уметь проверять, знает ли определение. Но это самый минимальный уровень компетенций. Поэтому основной акцент в этом фонде материалов сделан на решение реальных задач, на подготовку, скажем так, квази-реальных документов, то есть выпуск неких артефактов, сопровождение некой воображаемой системы. И об этом, я думаю, мы поговорим отдельно либо в формате статьи, которые мы готовим в ближайшее время, статей, либо в формате вот таком же конференционном, может быть, в следующем году. Ну и что же мы, собственно, делаем сейчас и куда мы двигаемся, накопив такой опыт и осмелившись даже познакомить с ним вас. В настоящее время, как я уже говорил, мы строим целое направление подготовки в рамках программы пока второго образования. Ну, наверное, это будет и первое образование, системный анализ и архитектура информационных систем. И, кроме того, мы сейчас приступили к созданию, мы в МГТУ Небаумана приступили к созданию курса лекций введения в системную инженерию, такое пока рабочее название. Но я думаю, что весной или, может быть, летом следующего года этот текст, назовем его так, уже увидит свет, поскольку он основан на реальных опробированных материалах. И учитывая дефицит, как я уже сказал, текстов на русском языке, посвященных этим вопросам, мы думаем, что у нас все получится. И, по крайней мере, среди наших студентов это будет весьма востребованный материал. Ну, я вижу, что у меня на часах 0.47, то есть у меня еще 47 секунд есть. Ну, 47 секунд на контакты, ну, я думаю, что можно переходить к вопросам. Коллеги, спасибо. Давайте теперь пообщаемся в формате вопрос-ответ. Спасибо большое Алексею за его выступление. Если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотите задать, невзирая на объявленный кофе-брейк, а тем более, что мы вышли, это на вашей презентации, мы вышли уже за лимит, то, конечно… Знаете, вот у меня вполне конкретный вопрос. В курсе системной инженерии… Я как-то давно где-то слышал, еще когда был молодой, что люди, когда воспринимают систему, картинки, графику воспринимают лучше, чем тексты. Не можете ли вы дать какую-нибудь ссылку, подтверждающую или опровергающую этот факт? Вы используете картинки, графическое представление при проектировании, и на что вы опираетесь? Вы можете подтвердить, или что люди правда, картинки смотрят лучше, чем тексты? Это правда или нет? При проектировании систем или при чтении курса? Нет, при проектировании систем вы должны этому учить. При проектировании систем, безусловно, потому что мало того, что, как вы правильно сказали, графика воспринимается лучше, чем текст, на сегодняшний день существует огромное количество формальных графических языков, моделирования, представления… А можете вы дать ссылку, где какие-то инженерные психологи, вы вначале сказали, что ваш автор инженерный психолог, где поэтому можно прочитать? Это на уровне фольклора, все знают. А где про это можно получить подтверждение каких-то профессиональных психологов по картинке лучше, чем текст? Хорошо, ну давайте для того, чтобы я вам исчерпывающе ответил, я с вами пообщаюсь, мы контактами обменяемся, чтобы я мог вам дать ответ позднее. Что касается языков, то действительно мы, скажем так, ядром этой дисциплины, ядром именно практик, инженерных практик, которые студент выносит из этой дисциплины, является обучение, или может быть где-то закрепление, потому что многим это уже известный материал, владение языками моделирования как ИТ-архитектуры, это тот же самый UML, CISML, OCL, так и языков проектирования и моделирования предприятий, это в частности VPMN, Archimate и так далее. То есть понятно, что графические представления, они мало того, что более понятны, поскольку они опираются на конкретные метамодели, они еще могут быть синтаксически строгими, подвергаться валидации, выступать как основание для генерации кода, тестов, если мы говорим про ИТ, и так далее, или, например, использоваться для оркестровки бизнес-процессов в BPM-системах. То есть это такая очень живая и, главное, строгая, формально строгая история. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы к Алексею? Спасибо вам большое, Алексей. Спасибо. Спасибо. Спасибо.